Это большой фестиваль мультфильмов, и мы сейчас будем говорить с нашей гостьей. С нами Ульяна Белецкая, организатор как раз большого фестиваля в Красноярске. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось, давайте все-таки начнем с рамок этого фестиваля. Когда начинается, когда он заканчивается? Фестиваль начинается завтра, 24 марта, с премьеры полнометражной в Доме кино, в 19.00 Жизнь Кабачка. И закончится в Красноярске он 2 апреля, фильмом закроется «Луиза зимой», а потом он поедет по Красноярскому краю, до 9 апреля будет путешествовать по городам и районам Красноярского края. Много городов Красноярского края захватите мультипликационным вниманием своим? Ну, за неделю, да, практически крупные объедет все города. Это хорошая история. У нас есть два билета как раз на «Жизнь Кабачка», которым открывается фестиваль мультфильмов. Давайте зададим вопрос, а затем уже поговорим про программу. Какой вопрос у нас? Ну, давайте. Собственно говоря, вопрос такой. Какой же по счету это будет фестиваль? Какой по счету фестиваль стартует завтра, 24 марта? Марта, если знаете ответ на этот вопрос, звоните по телефону прямого эфира 261-62-63. И вот уже завтра сможете посетить открытие фестиваля, большого фестиваля мультфильмов. В общем, звоните, отвечайте. «Жизнь Кабачка», а про что эта история? Все банально, да? В Кабачок его какие-то жизненные коллизии? Ну, на самом деле Кабачок – это мальчик 9-летний по имени Икар. Просто у него такое прозвище, которое ему дала мама, и, в общем, оно ему нравилось, и его так все называли. Прозвище? Да. Но на самом деле история непростая. Мальчика мама умерла, и он попадает в детский дом. Там он знакомится с другими такими же жителями, его одноклассниками, которые первоначально у них возникает конфликт. И они позже рассказывают каждой свою еще историю жизни, тоже непростую. Но, тем не менее, несмотря на эту социальную острую тему, фильм, он подростковый. Он очень детский, он добрый, и, наверное, его обязательно нужно посмотреть. Кукольный красивый мультфильм. Очень детский. Слушай, мне нельзя к вам. Я вот уже, я плаксив прям стал невозможно. И давайте поговорим, в принципе, о программе фестиваля. Есть ли какая-то, знаете, красная нить, какой-то основной сюжет, основная идеология вот этого, я так подскажу, юбилейного фестиваля в Красноярске? Да. Ну, можно начать с того, что вообще все эти годы фестиваль бы не состоялся, если бы не его стратегический партнер, Красноярский фонд Михаила Прохорова. И сейчас уже сколько лет мы, фестиваль, он растет, и в Красноярске в то же время растет. Теперь он будет на трех площадках проходить. Это в Доме кино, где будет программа для всех возрастов. В кинотеатре «Мечта», где будет детская программа сосредоточена. И еще в художественной школе имени Поздеева, которую сейчас все, наверное, знают и любят, как Поздеевку, которая находится на Мира 115А. Там 1-2 апреля будет проходить образовательный проект Большого фестиваля мультфильмов. Это фабрика мультфильмов, которую, я думаю, тоже все очень любят и ждут. Где будет работать в этом году больше цехов, целых 9. И радостно, что они приросли благодаря красноярским аниматорам, которых будет 4 площадки. Раньше была одна, две, а в этом году уже 4. Растет. Растет, да. И здесь все участники фабрики могут попробовать создать мультфильм в разных анимационных техниках. Ульяна, к нам дозвонилась Юля, и мы, очевидно, сейчас узнаем правильный ответ на наследие того, какой же по счету большой фестиваль мультфильмов пройдет в Постоянске. Юля, доброе утро. Доброе утро, Юля. Доброе утро. Скажите, правильный ответ, какой по счету фестиваль мультфильмов пропадет? Десятый фестиваль. Десятый юмилейный, я абсолютно правы. Вы станете гостем фестиваля? Или, может быть, кто-то у вас есть, с кем надо? Нет, пойду с ребенком. Все правильно. Сходите обязательно, обязательно сходите. Уже завтра в Дом кино. Вот вам два пригласительных билета в 19.00. Хорошо провести время. И спасибо, что смотрите это. Это правильное ощущение, потому что большой фестиваль мультфильмов, в Кристинарской среде такая хорошая семейная история. Вот хотелось как раз поговорить про все-таки возрастные границы. Ну, мультфильмы всегда это больше детская для всех для нас воспринимается. Взрослые для себя что-то подчеркнут, найдут интересного. Ну, конечно. На самом деле, это же большой фестиваль мультфильмов, это большой смотр-конкурс мировой анимации, крупнейшей в России. И здесь нужно обязательно смотреть на ограничения по возрасту, потому что авторская анимация – это не всегда детская анимация. В основном это, конечно, взрослые мультфильмы. Поэтому есть мультфильмы с ограничением и 18+, есть мультфильмы с ограничением и 16+, они будут в вечерней программе. Ну, а в утренней программе – это 0+, 6 и 12+. Ну, 12+, например, а «Жизнь кобочка» – 12+, да. Хотелось спросить, а также все-таки мультфильмы, большинство мультфильмов российского производства или это зарубежные какие-то? Большинство будет российского, наверное, все-таки производства, но и зарубежного тоже будет. То есть они собраны по блокам, есть программа победителей, которая собирает только зарубежную, лучшую зарубежную анимацию, которая была отмечена на фестивалях, отмечена как-то критиками, экспертами яркие работы за последние три года. Есть премьеры, которые собирают лучшую только российскую анимацию. Здесь мы увидим как раз вот эти лучшие мультфильмы, опять же, за последние три года, но достижения уже наших отечественных аниматоров. И детские блоки, они преимущественно тоже российские. Будет программа «Союзмультфильмов 80 лет», которая покажет новый для самых маленьких детей – это новую веселую «Карусель». «Карусель», я думаю, вы тоже смотрели. Да, конечно же смотрели. Да, здесь будут уже новые серии. Но будет в том числе и польский сериал, новые польские сериалы. Это уже будет иностранный такой блок детской анимации. То есть абсурдная программа. Абсурдная программа «Союзмультфильмов 80 лет». Сложно понять объективную картину, что происходит с мультипликацией, потому что есть широкий прокат, где есть определенное доминирование определенных студий. И между тем, все-таки отечественная мультипликация – это большая школа для мировой мультипликации, потому что у нас колоссальный опыт и колоссальный какой-то багаж. И какое-то время у нас там было… Вот для понимания, вот сейчас отечественная мультипликация в какой стадии находится? Мы возрождаемся, у нас ренессанс, у нас есть новые какие-то талантливые бензорные режиссеры. И в основном на пике у нас сейчас мультипликация. Нет, на самом деле отечественная мультипликация активно развивается, и очень многие вещи отмечаются и на фестивалях, и в принципе люди работают и как в широких коммерческих проектах, международных в том числе, так и в отечественных авторских проектах. Тот же самый «Жизнь кабачка», например, над ним в том числе трудилась иллюстратор и режиссер из Петербурга Олеся Щукина. А этот мультфильм был номинирован на «Оскар» в этом году. В прошлом году, мы помним, был номинирован на «Оскар» фильм Константина Бронзита, «Мы не можем жить без космоса». Поэтому, конечно, российская анимация – это очень важная часть мировой анимации, и она не только активно развивается, но и в принципе находится как в тренде мировом. Ну и вот «Большой фестиваль мультфильмов» – одна из таких площадок, где можно с этим познакомиться, да, вот помимо традиционных больших прокатов. Большое вам спасибо за визит. Мне остается лишь напомнить, что Красноярский фестиваль больших мультфильмов стартует 24 марта, закончится 2 апреля. Все это благодаря фонду Михаила Прохорова. И лучшую анимацию можно будет посмотреть. Давайте еще раз перечислить площадки «Дом кино», «Кинотеатр мечта» и «Поддельки». Смотрите, да, за 10 лет, как вот и фестиваль, вот, в торговом городском пространстве и город отвечает взаимностью, да, вот, появились новые площадки, какие-то новые возможности. Это здорово. Долгих лет вам жизни. Спасибо. Ульяна Белецкая была у нас в гостях, организатор большого фестиваля мультфильмов в Красноярске. Все смотрим мультфильмы. Дорогие друзья, прямо сейчас давайте прервемся на...